Тонкости науки Фаблаб задумывался как центр технического творчества для молодежи, где робототехнику, цифровое моделирование и другие передовые технологии в первую очередь изучают самые юные инноваторы. Один из девизов Фаблаба – научился сам, научи другого. Студенты помогают школьникам, а школьникам иногда есть чему научить аспирантов. Вот это центральный глаз встроен в проектор. Сюда будет размещено, допустим, вот здесь кулер для жидкости. Здесь, допустим, мелкость под маленькую пачку совсем, даже может под вечеринку. Будет сам ездить, проектировать фильмы. И будет еще канцелярская версия, которая сможет всегда обещать всякие карандаши, фломастеры. Все как в фильме, только функционал робота Максим изменил под свои потребности. Вообще, любое творчество в Фаблабе начинается с идей, которая должна сделать мир вокруг хоть немного легче или, например, безопаснее. Мой проект – это программный комплекс визуальной идентификации личностей, то есть система распознавания лиц. Я сделал этот проект с задумкой, что его будут легко интегрировать в какие-либо существующие технологии, то есть в каких-либо школьных системах, в магазинах, в торговых центрах и просто коммерческих предприятиях. За несколько лет работы проекты стали серьезнее, да и сам Центр молодежного инновационного творчества стал амбициознее. Фаблаб начал вырастать из своей первоначальной цели как площадка для поддержки только детских проектов и детского творчества. Сейчас мы все интенсивнее работаем со студентами и думаем о коммерциализации проектов. Если раньше это было место, где люди просто вовлекаются, то сейчас мы хотим, чтобы проекты, сделанные здесь, шли на рынок и тем самым доказывали свою состоятельность. Один из проектов с коммерческим потенциалом – вот этот игровой стол, который вполне может найти свое место в одном из тюменских кафе. Этот столик мы сделали как бы как свой новый бизнес-проект, потому что у нас фирма, где мы делали нашего робота, которая тоже родилась в стенах этого фаблаба. Она, к сожалению, умерла, и нам нужно было найти какой-нибудь продукт, чтобы его выстроить. Нам показалось, что стали старые олдскульные 8-битные игрушки достаточно популярные и интересные. Чтобы поиграть в уже знакомые игры мог любой желающий, авторы проекта разработали и мобильное приложение, с помощью которого телефон становится джойстиком. Например, с помощью таких столов специалисты фаблаб как бы намекают, что игровая индустрия – это целая наука. А вот создатели этого робота обещают, что в будущем он будет разговаривать с людьми, считывать их лица, отличать голоса, передвигаться и определять себя в пространстве с помощью камеры. Уже сейчас есть планы, где такого робота можно будет использовать. Поставить его на платформу движущейся и возможность как рекламный стенд подвижный. То есть он может самостоятельно рассказывать о фаблабе том же или на мероприятии где-то выступать и рассказывать, что происходит там. И при этом двигаться и демонстрируя свои возможности. А как насчет того, чтобы управлять объектами, не касаясь их? В фаблабе Чеменского госуниверситета возможно и такое. Это снациональная резистивная перчатка, которая способна управлять реальными объектами, также с возможностью управления в виртуальном пространстве и получения от этих объектов обратной тактильной связи. То есть при напряжении мышцы, в мышцах изменяется разница потенциалов, и благодаря этому мы отслеживаем эту разницу потенциалов и уже на это кодируем какое-либо действие. В своих экспериментах молодые инженеры ушли гораздо дальше и теперь пытаются взаимодействовать с электроникой, например, с помощью мысли. Сейчас датчик электроэнцефалограммы считывает показания моего мозга и детектирует альфа-ритм, который появляется при закрытии глаз и по концентрации на каком-то объекте. Президенты и руководители никогда не останавливаются на достигнутом, поэтому с каждым днем реализовывается все больше полезных проектов, благодаря которым появляются будущие инженеры. FabLab — это не только технологии, инновации и прогресс, но и идея, что любая фантазия может стать реальностью. На этом все. С вами была Ирина Петрушина и программа «Тонкости науки». До новых встреч! Продолжение следует...